Всем привет! Сегодня у нас следующие новости. Наконец-то прогресс в деле с прокурорами. Вчера сделал такой пост, называется «Тотальная капитуляция правосудия РФ, или уже 11 суток готовится дело каша». Все никак его приготовить не могут, и вот это дело каша, это из народа, то есть женщина, которая стояла в коридоре, она спросила, а что они его там готовят? А ну что, каша что ли это дело? Что, ну подгорело что ли? В общем, они его до сих пор не могут никак приготовить до вчерашнего дня. Пошли уже 11 сутки, как прошло второе заседание по моему иску к прокурору города Сургут Балин ЛА и к прокурору округа Хмау Батвинкин ЕБ. Система всячески саботирует рассмотрение дела. Первое. Прокурор Балин, уведомленный надлежащим образом, не явился в суд 19 ноября 2019 года по неизвестной причине и не прислал своего представителя. Подробнее по ссылке. Приседатель суда Кузнецов рассмотрел мои пять ходатайств требований, как простые обращения в порядке 59 ФЗ и не передал их к шестобитову для приобщения к делу. Вот так его ответ выглядит. На ваши обращения поступившие с такими-то входящими номера соответствующие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть обращений. Дальше он пишет какие-то нормы закона, которые мы и так знаем. Вот так выглядят те самые обращения, которые он, номер соответствующий, 60, 174, все указано. Это ходатайство требования о ведении аудиопротокола. Он его регистрирует как простое обращение, тем самым затягивает, это была попытка затянуть процесс. Но когда они увидели, что у меня в суде, на судебном заседании в двух-трех экземплярах все эти ходатайства, я уже готов был подать письменно, они взяли и закрыли это, перенесли процесс в связи с неявкой Балина. Вот еще одно ходатайство требования. О ведении видеозаписи, о ведении письменного протокола, об истребовании доказательств и о вызове свидетелей Балина и Батвинкина. Вот хорошее свидетельство того, что, как видим, секретарь пометил именно для шерстобитого ходатайства требования. Получается, его перехватил председатель городского суда Кузнецов Геннадий Анатольевич и никуда не пустил, и сам его рассмотрел как простое обращение, не приобщив к материалам дела. Хотя в каждом своем ходатайстве требовании я в конце писал приписку, требую приобщить данное ходатайство к материалам дела в качестве письменных доказательств. Ну и, соответственно, была оформлена жалоба на неправомерные действия председателя Сургутского городского суда Кузнецова. Отправлено в ККС ХМАО, председателю Сухонтамансийского суда и самому Кузнецову. Далее. Местные СМИ Сургутинформ ТВ попытались компрометировать нас, устроив по сути допрос под видео. В качестве эксперта был приглашен бывший полицейский и его перуполномоченный отдел АТ по борьбе с терроризмом и экстремизмом Бабушкин Антон Владимирович, которому изменили голос и спрятали его лицо. Однако нам удалось восстановить тональность его голоса и с помощью сравнительного анализа его речи на основе слов-паразитов установить на 96,68% это был именно он. Подробности по ссылке. Так, четвертое. Второе судебное заседание 28 ноября 2019 года незаконно перевели в закрытый режим и выгнали всех, скидывая со скамеек женщин. Подробности по ссылке. Пятое. Когда мы пришли ознакомиться с материалами дела 3 декабря, спустя 5 дней после вынесенного решения, для нас закрыли почти целое здание, 4 из 5 этажей, и ограничили наши передвижения, не допустив до материалов дела. Подробности по ссылке. Шестое. Пропала информация с сайта Сургутского городского суда о движении дела и о принятом решении. Подробнее по ссылке. Седьмое. Пошли уже 11 сутки и мы до сих пор не знаем, чем закончилось дело и какое решение принято. И мне не дают ознакомиться с материалами дела, хотя по закону должны в течение трех суток выдать решение на руки под роспись и знакомиться с материалами дела в любое время. На все это беззаконно подготовлено обращение с требованием обязать Сургутский городской суд выполнить требования закона. Документ в приложении. Вот он весь абсурд системы правосудия РФ. Если оно, конечно, существует. Мало того, что прокуроры нарушают законы, я подавлю на них суд, так еще и суд нарушает законы. И председатель суда нарушает. И все нарушают. Все нарушают. Все подробности вот в этом файле. Такое хорошее обращение на 12 страниц, кому интересно, почитайте. Так, а это само обращение с требованием ознакомиться с материалами дела. Ну и сегодня, 9 декабря, мне удалось наконец-таки договориться, добиться от Сургутского городского суда о назначении встречи для ознакомления с материалами дела. Дальше слушаем звонки. Городской суд. Здравствуйте, подскажите, когда я смогу ознакомиться с материалами дела? Сейчас, секунду, подождите. Мы сегодня в течение дня вам перезвоним, скажем, когда можете подойти. Так, извините меня, один день уже прошло, а вы все тянете? Мы не тянем. А какое решение принято? Мы сегодня вам перезвоним и скажем, отказано в удовлетворении риска. На сайте суда есть результаты. А почему информация пропала с официального сайта суда? На сайте суда вся информация есть. Нет, это неправда. Зайдите сами, проверьте. Там вся информация о проведенных заседаниях, о первом, о втором и о принятом решении, она пропала. Хорошо, я проверю, но там ничего пропасть не может. Все, погоди, у нас проходит. Ну я, что, вам скриншот пришла? Хорошо, я уточню этот вопрос. Все у вас? Нет, не все. Вы мне отправили решение это под роспись? С заказным письмом или как-то? Почему не вручаете? Ждите. В смысле отправили? Номер отправления скажите? Мне сейчас некогда отвечать на ваши вопросы. Ну как-то некогда, вы на работе? У меня судебный процесс сейчас начинается. Мне надо идти на заседание. Так а вы мне на один из дней просрочили вручение решения. Будьте добры, сначала это выполните, потом на процесс идите. Ничего страшного, задержите человек на одну минуту. Номер отправления, это, продиктуйте, пожалуйста. Я не могу вам посмотреть, у меня компьютер еще не включен. Ну уже... Мы позвоним в течение дня, чтобы узнакомились с материалом. Уже 15 минут рабочего дня прошло, у вас компьютер не включен. Царский суд. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Помощник судей, приемная с штабитого Кайджанов. Ага. Антон Николаевич Булгаков беспокоит. Подскажите, вы мне решение направляли в мой адрес? Нет, решение в ваш адрес еще не направлен. А почему эта девушка говорила, что отправлено? Возможно, вы ее не так поняли, но решение еще нет, не направлено. А почему не направляете? Понимаете, высокая нагрузка у суда, и как только все будет готово уже сегодня, мы вас уведомим. Так, извините меня, 11 дней уже прошло, вы должны были в течение трех суток познакомить. Ну, мы понимаем, но просто вы тоже нас поймите, что мы как бы, помимо вашего дела, у нас еще очень много дел в производстве. На все есть сроки, мы как бы и так стараемся, как можно быстрее. Нет, так это нарушение закона, нарушение прав и свобод, вы понимаете? Во всяком случае, мы сегодня подготовим и вас уведомим. Ну, скажите хотя бы, какое решение принято. А что вы трубку-то бросаете? Сургутский городской суд, здравствуйте. Здравствуйте, мне нужна Светлана Викторовна. Я слушаю. Светлана Викторовна, подскажите, мне вот в секретариате судей Шерстабитова подсказали, что мне отправили про это решение, а номер отправления чуть не назвали. Подскажите, пожалуйста. Я вам должна назвать номер отправления. Ну, а кто? Они что-то не смогли назвать. Они не смогли назвать? Угу. Очень интересно. Сейчас, подождите, попробуем. Ну, они составили, что они там заняты, у них процесс, якобы, что у них компьютер не включен. А, что они заняты? Тогда понятно. Я думала, просто они не могут вам этого сказать. Оказывается, просто они заняты. Вы мне можете номер дела сказать? Сейчас, секунду. Они постоянно ссылаются на разные факторы. Угу. Так, вам нужен вот этот на 2А, который начинается, Алина, буквально. Да, 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 да. Так, 2А-94, 76. Так, секунду. 2А-94, 76. 76. Дробь 2019. Булгаков? Антон Николаевич Булгаков. Антон Николаевич? Угу. Сейчас, минута. Смотрим, что они вам направляют. А когда было решение у них вынесено? Так в том-то и дело, что информация с сайта суда пропала. А пропала даже с сайта суда информация? Да, да, да. Она сначала была, а потом пропала. А решение якобы было 28 ноября принято. Так, сейчас, секунду, подождите, я открою тогда другую программку. Здесь у меня. То есть, вот 11 суток уже идет, как это, я не знаю, ничем закончилось, никакое решение принято. А вы не были в судебном заседании, без вас рассматривалось? Я не в курсе. Я был вынужден выйти оттуда, потому что там судебные приставы, скамейки вместе с тремя женщинами начали скидывать и требовали выключить телефон. Ну, что там есть? Ну, вот, что я смотрю, на сайте, так, отказано, написано, подождите. Так, 19 ноября, когда у вас было, говорите, 28-го? Второе заседание было 28 ноября. 28 ноября. Ну, у меня здесь... Не пойму я. Отказано, что ли, вам было удовлетворение иска? Но я вижу, что пока я не вижу решения, чтобы они вам отправляли, во-первых. У меня по программе нет, чтобы они вам отправили решение. Ну, а в секретариате говорят, что отправили. Где правда? Ну, я так думаю, что вам правду эту нужно найти у начальника отдела по гражданским делам. А телефон его? 77, 81, 30. Потому что здесь немножко непонятно мне. А что непонятного? Потому что я не вижу документа самого. Так и я не вижу. Мне уже один суток прошло и не отправляют. Поэтому мне непонятно, почему они говорят, что отправили, хотя я документа не вижу, который они отправляют. Поэтому я и рекомендую вам позвонить начальнику отдела по гражданским делам. Смотрите, и не отправляют решения, то есть не уведомляют, что произошло там, никто не в курсе. И само здание даже не пускают. Вот мы 3 декабря приходили, я подавал заявление на ознакомление с материалами дела. И дальше первого этажа не пустили, сказали нельзя и все. Ну а заявление вы должны были вам все равно перезвонить и сказать, когда подойти на ознакомление. До сих пор не перезвонили. Уже 11 суток прошло. Ну рекомендую вам все-таки с этим вопросом к начальнику отдела по гражданским делам обратиться. 770-8, 130, да? 130, да. Угу, благодарство. Пожалуйста, до свидания. Горитет Косфют. Здравствуйте, это Ксения? Здравствуйте, да. Подскажите, что-то я не могу дозвониться до приемной судьи Шерстобитова. Ну как не могу дозвониться? Дозвониваюсь, они трубку бросают, ничего не могут пояснить. Информация по делу удалена с сайта. Какое решение принято, мне до сих пор неизвестно. Прошло 11 суток, до сих пор ни решения не получил, не знаю вообще, какое решение принято, чем дело закончилось. А номер дела какой? Номер дела 2А. Угу. Дальше. 94, 76. Почему 28-го, 11-го рассмотрели отказы на удовлетворение административного иска? А вы где смотрите информацию? У нас в базе общий. А почему на официальном сайте информация удалена? Не знаю, позвоните 111. Это что такое? М? Это что за номер? Это консультант. Ну я звонил туда. Он занимается техникой. Я звонил компьютерщику. Он говорит, что нужно звонить в приемную суди. Я туда звоню. Ну попробуйте дозвониться. У нас сейчас совещание было, возможно они были тоже на совещании. А Геннадий Анатольевич на месте? Да, на месте. А можно с ним поговорить? Записываться на прием нужно. Так я записался уже 3 декабря. Вы рассмотрели? Что 3 декабря? Письменное заявление писал. С требованием организовать прием. Нет, еще оно не рассмотрено. 30 дней же на рассмотрение. И что, через месяц только рассмотрите и назначите еще через 2 месяца? Не знаю, это же не я рассмотрю. Ну, мне сейчас что, как мне это быть-то, я не понимаю. 11 дней прошло, ни решения, ни уведомления, информация... Я же еще раз говорю, все были на совещании. Попробуйте дозвониться, только что закончилось. Куда дозвониться? 111? Приемную, нет, приемную шерстобитую, чтобы узнать. Так я звоню, они трубку бросают, они как только мой голос слышат, сразу трубку бросают. Что у вас происходит-то вообще? Что за это? Изоляция сплошная. В здание не пускаете. К вам на 4 этаж подняться невозможно, дальше лифта не пускают. Трубку бросают, информацию с сайта удалили. Решение не рассылается. Ну, даже спросили по делу, я вам ответила. А что вы ответили? Вы меня соедините с председателем суда, что за беспредел творится вообще? Записываться на прием нужно. Я уже записался, я вам еще раз поясню. У меня срочное дело, у меня, у меня, это, как мне обжаловать решение, если мне решение до сих пор это не выслали? Ну, звоните в приемную, узнавайте, когда вам выдадут решение, я же еще раз вам повторяю. Я вам говорю, там трубку бросают. Они были на совещании, попробуйте еще раз. Это неправда, это неправда. И девушка брала трубку, и мужчина. Я с ними, как только начинаю разговаривать, они как только слышат мой голос, сразу трубку бросают. У вас председатель суда вообще за этим смотрит, за своими подчиненными, нет? Давайте я им тоже сейчас позвоню, спрошу, что у них в телефоне. Вы мне перезвоните или вам перезвоните? Перезвоните. Через 10 минут перезвоню. Хорошо, давайте. Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Я не могу ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Алло, девушки, возьмите трубку, пожалуйста. Алло. Алло, слушаю. Нина Михайловна? Слушаю. Подскажите, не могу дозвонить до начальника отдела, все время занято. Видимо, с кем-то разговаривают. А как мне узнать информацию по своему делу? Иск писали. Да, давно, уже два заседания прошло. Какое решение принято, неизвестно. Неизвестно. Номер дела скажете? Два А. Угу. 94, 76. 76. Антон Николаевич? Да, да, да. Секунду. 28 ноября было последнее заседание. Угу. Докажи в состав, почему не звоните. А так я звоню, они трубку бросают, ничего пояснить не могут. Последняя цифра какие звоните? А, 172. То есть, 124 у них. А. У вас же Бруцкий, скажите. Нет, Шерстобитов. А, нет, у вас Олег Викторович Шерстобитов. Да, 172. Ну, я звоню, они трубку. Почему не вам пояснить? Они ничего не могут пояснить. Я говорю, 11 дней прошло с момента принятия решения, якобы. Информация на сайте удалена, решение не высылают. Хотя. Какая информация удалена? О принятом решении, о проведенных заседаниях. То есть, там где-то штук 20 записей удалено с сайта. Посмотрите сами движение дела на официальном сайте. Ну, нет, у меня не показывает такое. Тогда вам нужно до начальника дозвониться все-таки. А, до начальника есть? Попытайтесь. Екатерина Владимировна? До начальника отдела. Екатерина Владимировна, да. А вы можете на нее переключить? Нет, не могу. У нас только по одному телефону. Ну, я вот раз 20 туда звонил, сразу отбой идет, линия занята. Ну, значит, занята, значит, она с кем-то еще раз говорит, дозванивайтесь. Она на месте. Ну, а вы как-то можете посмотреть, какое решение принято? Ну, я вижу, что отказано. Полностью прочитайте, пожалуйста, как отказано. Не могу сказать, просто отказано вижу все. Одно слово только? У меня написано «отказано в удовлетворении административного иска». Все больше ничего не высвечивается. А какого числа принято решение? 28-й, 11-я. 16-30, да? Ну, 16-й написано. Ну, вот эта информация удалена с сайта. В этом самом секретариате Шерстобитова трубку бросают. Я приходил 3-го декабря. Я не могу ничем вам помочь. Ну, я понимаю. Мы ничего не удаляем. Сейчас попробую обновиться. А вы с Екатериной Владимировной как-то можете переговорить, чтобы она, ну, я не знаю, там, посмотреть, там, когда она освободится? Когда ей позвонить? Потому что, ну, постоянно... Вы перезваниваете. Так я перезваниваю. У меня тоже своя работа. Я перезваниваю, постоянно это отбой идет. Невозможно дозвонить. Мне тоже самое высвечивается. Может быть, вы как-то неправильно посмотрели? Вы зайдите, я не знаю, с телефона там или... Да мне это делать нечего, что ли, больше? Вы мне извините. Не, ну, а как делать нечего? У меня своя работа. У вас своя. В смысле своя? Ну, у меня должен иметь доступ к информации. Антон Николаевич, я этим не занимаюсь вообще. Ну, я понимаю, но... Я вам сказала то, что я вижу. Дозванивайтесь либо до состава, с которым вы работаете. Они трубку бросают. Либо я не могу ничем на них повлиять. Либо до начальника нашего отдела. У меня вообще другая работа. Запишите, пожалуйста, мой номер телефона, чтобы Екатерина Владимировна не перезвонила. Антон Николаевич, дозванивайтесь, пожалуйста. Я дозваниваюсь, там отбой сразу идет. Екатерина Владимировна тоже работает? Я понимаю, но она не может уже в течение часа 50 минут. А вы со мной столько времени теряете, сколько? Уже 70 минут, у нее отбой идет. Она с кем так разговаривает-то, я не понимаю. Антон Николаевич, ну, не наш один суд, наверное, работает. Ну, наверное. А попробуйте еще раз дозвониться. Хорошо, хорошо, благодарство. Городской суд. Здравствуйте, мне нужна Екатерина Владимировна. Секунду. Городской суд, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Владимировна? Да. Антон Николаевич Булгаков беспокоит. Подскажите, пожалуйста, как мне узнать информацию по своему делу? По какому делу? Номер, дело, либо истец, кто говорите? А, истец, Антон Николаевич Булгаков. Дело номер 2А, 94-76. Сейчас, минуточку. Прокуратура, да, вторая сторона? Там два ответчика. Опризнание незнакомыми действиями, правильно? Да, да, да. Так, 28 ноября, порассмотрено, вынесено решение об отказе удовлетворения ИСК. Так, а подскажите, пожалуйста, почему информация недоступна на официальном сайте, удалена? Удалена, за закрытое было судебное заседание у вас. Так, информация какая удалена? О результатах вы имеете в виду? И о результатах, и о проведении первого заседания, и о проведении второго заседания. Первое заседание было 19 ноября, было отложено, на 28 ноября, правильно? Да. Ну, вот результат у нас стоит. Возможно, база у нас с базой проблемы уже, вторую неделю. Возможно, она не обновилась. Ну, вот я вам результат сейчас называю. Так, а подскажите, как мне ознакомиться с материалами дела и получить решение на руки? Ну, решение вы можете к Шерстобитовым обратиться, получить, а заявление пишите на ознакомление с делом, 109-й кабинет обращаетесь с этим заявлением. 3 декабря написано такое заявление, и дальше первого этажа судебные приставы не пускают. То есть, знакомиться с материалами дела у меня нет возможности. В смысле, вас не пускают вообще в здание, что ли? Ну, на первый этаж в канцелярию пустили, а дальше, выше первого этажа, не пустили. Ну, давайте вы мне ставите свой контактный телефон, я узнаю, где ваше заявление на ознакомление с делом. Я вам перезвоню сейчас. Я могу входящее продиктовать. Нет, я сейчас узнаю, где ваше заявление на ознакомление, я вам перезвоню, куда вам обратиться потом, чтобы прийти, ознакомиться с делом. Скажите номер телефона. 667744. 64. Все, сейчас я узнаю, где ваше заявление, и перезвоню вам. Благодарствую. Угу, до свидания. Алло, Антон Николаевич. Да, слушаю. Тургутский горсуд вас беспокоит. Сегодня к 4 часам сможете подойти с делом, ознакомиться? Да, в принципе. Все, в кабинет 107-й подойдете и ознакомитесь с материалами дела. А 107-й это где? 107-й это канцелярия, потому что дело будет сдано Хорстобитовыми. На первом этаже, да, это? Да, на первом этаже, там, где секретаристу, да. А, подскажите, а аудиопротокол и письменный протокол там же будут? А вы заявляли, в смысле, чтобы вам выдали копию? Конечно. На аудиопротокол? Да, прочитайте мое заявление. Ну, у меня сейчас его просто нет с собой, этого вашего дела. Я могу вам выслать. Ну, нам не надо высылать. То есть у вас есть заявление на копию аудиопротоколирования, правильно? Конечно. А вы носитель прилагали? Я с флешкой приду. А, с флешкой придете. Ну, все, я этот вопрос тоже тогда уточню. Угу. Сейчас у них. Все. Все, к 4 часам подходите на ознакомление. Добро. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok